Приветствую вас, дорогие друзья! Урок русского языка, друзья, на вас надеюсь, как всегда. Мы хороший, дружный класс, всё получится у нас. Запишите, пожалуйста, пословицу. Больше узнаешь – сильнее станешь. Пишите красиво, аккуратно, выводите каждую букву. Сегодня на уроке вы узнаете, как отличить предлоги от приставок. Но для начала повторим пройденные темы. Прочитай текст, о чём он, как его можно озаглавить. Очень давно люди начали петь. Они пели, когда им было весело и когда им было грустно. Песнями убаюкивали новорождённых, поздравляли соседей, облегчали тяжёлый труд во время сенокоса и когда собирали урожай. Чистушку с песней не спутаешь. Она короткая, быстрая, частая. Чистушка – это тоже жанр фольклора. Как ты уже догадался, это текст о частушках. И в нём мы узнаём, что частушка – это тоже жанр фольклора. Подумай, пожалуйста, как ты можешь назвать этот текст. Конечно, можем назвать частушка, можем назвать частушка жанр фольклора. И тот и тот вариант будет правильным. После текста у нас есть задание. Выпиши слова с пропущенными буквами. Объясни их написание. Итак, первое слово. Слово «начали». Пишем букву «а», потому что проверочное слово «начать». И вспомни правило. Чаща пишем с буквой «а». Следующее слово. «Весело». Проверочное слово. «Веселье». «Грустно». «Грустно». «Грустить». «Соседи». Слово «сосед» – словарное слово. Его написание необходимо запомнить. «Тяжелый». «Тяжелый». «Тяжесть». «Труд». «Труды». «Урожай». Тоже словарное слово. Запомни, пожалуйста, как оно пишется. «Короткая». «Коротко». «Частушка». «Частая». «Чаща». Пиши с буквой «а». Из этого текста мы с тобой узнали, что же такое частушка. А теперь давай посмотрим на примеры частушек. «Попросили мы мальчишку показать свой грузовик, а мальчишка, как мартышка, показал в ответ язык». Вторая частушка. «Мы на праздник урожая натащили овощей. После выставки наш повар на год нам наварит щей». Нам необходимо поработать именно со второй частушкой. Посмотри, пожалуйста. «На праздник» и «натащили». «На», «на» есть и в том, и в том случае. В первом случае «на праздник». «На» – это предлог. Предлог мы берем в треугольничек. Во втором случае «натащили» – это часть слова, то есть приставка. Обрати внимание, возле этого слова мы видим цифру 2. Сделай, пожалуйста, разбор по составу данного слова. Выдели окончание, корень, приставка, суффикс, если есть. Проверь, пожалуйста, правильно ли ты разобрал данное слово. Почему в одном случае «на» написано раздельно – «на праздник», а в другом «слитно» – «натащили». В этом нам поможет разобраться таблица, которую мы сейчас с тобой изучим. Приставка – это часть слова. Предлог – это часть речи. Приставка служит для образования слов. Предлог служит для связи слов-предложений. Приставка пишется слитно со словом. Мы увидели с тобой это в примере «натащили». Предлог пишется раздельно – «на праздник». Приставка. Между приставкой и корнем слово вставить нельзя. Между предлогом и словом можно вставить слово или вопрос. Приставка употребляется в словах разных частей речи. Предлог никогда не стоит перед глаголами. Предлагаю тебе убедиться в том, что действительно можно вставлять слово или вопрос между предлогом и словом. В данном стихотворении тебе необходимо выполнить следующее задание. Нужно записать без ошибок. На экране ты видишь вариант, в котором уже исправлены ошибки. Но нужно разобраться, почему, и доказать, что предлоги со словами пишутся раздельно. Запиши, пожалуйста. Итак, «за печкой» ты написал раздельно, потому что это предлог. А предлогом является, потому что можно вставить слово. «За большой печкой» «в старом». «В» является предлогом, потому что между «в» и «старом» я могу вставить вопрос. «В каком?» «В старом». «До весны». Это тоже предлог. Я тоже могу вставить слово или вопрос. «До яркой весны». Я вставила слово «яркой». Значит, «до весны» пишется раздельно. «В снежки». Играть в какие снежки? Между «в» и «снежки» я ставила вопрос «какие». «В» большие снежки. Посмотри, пожалуйста, что говорит Аллоа. Предлоги со словами произносятся слитно, поэтому на письме можно допустить ошибку. Ануар ей отвечает. Можно избежать ошибки. «Между предлогом и словом» можно вставить слово. Это самое важное, что ты должен запомнить, если вдруг у тебя возникнет какой-то вопрос. То сразу помни, что между предлогом и словом можно вставить слово или вопрос. Мы с тобой только что это доказали. Русский язык очень интересный. И в русском языке есть одинаковые предлоги и приставки. «В», «во», «за», «на», «над», «под», «о», «по», «об», «от», «про», «с». Их необходимо научиться различать. Вот обрати внимание, перед тобой два столбика слов. Подпрыгнул. В одном приставке. В одном приставке, в другом предлоге. Смел приставка «с», с крыльца, предлог «с». Нашли приставка «на», на поляне «на» – это предлог. Выходить в приставка «в», «в», «класс» – это предлог. Подпрыгнул. Приставка «под», «под», «потолок», «под» является предлогом. Поехали. «По» – это приставка, «по дороге», «по» – это предлог. И мы с тобой можем проверить по широкой дороге, с красивого крыльца, под высокий потолок, в большой класс, на яркой поляне. Везде между предлогом и словом у меня получилось вставить слово. Следовательно, предлоги пишутся раздельно. Мы еще раз с тобой в этом убедились. Придумай, пожалуйста, два предложения с этими парами слов. Посмотри на такие варианты. «На» – поляне мы нашли красивые цветы. «На» будет являться частью речи, предлогом. «Нашли» – это часть слова, приставка «на». «Дворник смел с крыльца опавшие листья». «Смел» – здесь «с» является приставкой. «Скрыльца» – «с» – это предлог. Соответственно, пишется раздельно. Подведем итог нашего урока. Приставка – это часть слова, она пишется слитно. Предлог – часть речи, он пишется со словами раздельно. Между предлогом и словом можно вставить слово или вопрос. Предлагаю задание на выбор. Используя энциклопедии или интернет, создай проект «Устное народное творчество». До новых встреч, дорогой друг! Продолжение следует... Продолжение следует...